Добрый вечер! Это итоговый выпуск. Теперь на канале Россия 24. В студии Лилия Галимова. Смотрите в этом выпуске. Президент-рекордсмен Владимир Путин пять часов общался с народом. Кому удалось выйти на линию и о чем спрашивали? Что происходит в кабинете? Правительство республики отчиталось перед депутатами. О чем доложился министерский корпус? Воспитание требует денег. Кто взялся за кадетские школы и какую сумму готовы отдать, чтобы вырастить патриота? Репортаж из Васильевской кадетской школы, что попало в программу финансирования. Большой команде большие танцы. Грандиозный проект телеканала «Россия» показал самых танцующих людей. Без малого пять часов продлилась беседа Владимира Путина с россиянами. Президент побил свой же рекорд по продолжительности, поставленный в прошлом году. Рекордами оказалось и количество вопросов. Их в колл-центр поступило свыше трех миллионов. Ответить президент успел на 85. Интересовались россияне ростом заработной платы, поднимали проблемы системы ЖКХ и дорог, говорили о коррупции. На прямую связь с главой государства вышли шесть регионов России. Были и личные вопросы. У Владимира Путина поинтересовались, счастлив ли он. Сославшись на то, что вопрос философский, он ответил, цитата, «Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что они доверили мне быть главой российского государства. В этом вся моя жизнь». Конец цитаты. Накануне вся страна впервые отметила день российского парламентаризма. Он был учрежден в прошлом году с целью привлечь внимание к институту законодателей. Дата выбрана не случайно. 27 апреля – день начала работы Первой Государственной Думы. Это было в далеком 1906 году, которое положило начало становлению парламентаризма на евразийском пространстве. Тогда в ее функции входила предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений. Одним из важнейших решений спустя годы стало образование региональных законодательных органов. Ко дню парламентаризма в Госсовете Татарстана провели очередную сессию. В порядке рассмотрения, кроме законодательных инициатив, пожалуй, главным вопросом был отчет правительства. О кабинетной работе и о том, какие еще вопросы депутаты успели рассмотреть, расскажет мой коллега Дмитрий Фторов. Отчет правительства, подписанный президентом, поступил в парламент заранее. Перед сессией его раздали депутатам. Документ поместился на 220 страницах, но в более сжатом виде его представил премьер-министр. Основная суть – это анализ 2012 года. Татарстан стал третьим в России по производству молока, пятым в агропромышленном комплексе, обогнав некоторые южные регионы и оказался на шестом месте по вводу жилья. Индекс промышленного производства тоже внушительный – 5,5%. В денежном выражении воловой продукт, который мы произвели – 1 триллион 400 миллиардов рублей. Основную лепту внесли крупные промышленные гиганты – Татнефть, Нижикамскнефтехим, КамАЗ и ряд других компаний. Среди важных событий прошлого года – вступление в Россию во Всемирную торговую организацию. И здесь, считает и для архаликов, важно выдержать конкуренцию и не допустить спада в некоторых отраслях. Как этого не допустить – тоже очевидно. В условиях ВТО важнейшими факторами роста конкурентоспособности является повышение производительности труда и непрерывное внедрение инноваций. Особое место в отчете уделено в социальной сфере, снижен уровень безработицы, построены дома для ветеранов войны, для жителей аварийного фонда и молодых специалистов села, продолжается коренная модернизация здравоохранения. Все парламентские фракции и объединения отчет оценили положительно, но вопросы остались. Как сохранить малый и средний бизнес? Будет ли серьезная реконструкция детских оздоровительных лагерей? И стоит ли ждать работникам социальной бюджетной сферы существенного повышения зарплаты? Вы здесь говорили о повышении заработной платы, что у нас 24 тысячи в среднем работники образования теперь получают. На сегодняшний день, для примера, КЦСО доверие в Казани, работник с высшим образованием, работает на ставку, его зарплата составляет 8500 рублей. Из многих задач, которые стоят на 2013-2014 годы, это одна из наиболее серьезно повышающих затраты бюджета Республики Татарстан. И при формировании бюджета вы это увидите. Не скучно сегодня и файе парламентского центра. Здесь вновь презентуют предстоящую универсиаду с эмблемами и сувенирами. Также организована выставка известного армянского художника Кайца Ваникяна. Среди картин есть даже царица Сюмбике. Более обстоятельно парламентарии смогут познакомиться с экспозицией буквально через несколько минут по окончании сессии. Экономический блок на неделе стал поводом не совсем удобных разговоров. О том, что финансовые ресурсы имеют меру, говорили на совещании в кабинете министров. Президент призвал чиновников не раздувать расходы. Режим экономии пора включить, исходя из цифр. За два первых месяца этого года поступление от предприятий на 17% ниже, чем в прошлом году. Вниз ползут не только экономические показатели, но и качество работы некоторых руководителей. О финансовых и кадровых тенденциях. Василия Хузина. За текущий квартал в бюджет республики поступило почти 43 миллиарда рублей. На 17% меньше, чем в прошлом году. Причина – снижение цен на нефть, нефтехимию, а также рост налога на добычу полезных ископаемых и расходов на эксплуатацию. Упали доходы из акцизов по пиву почти в два раза. Это вызвано сокращением производства. В секторе малого бизнеса аналогичная картина. 22 тысячи предпринимателей закрыли дело. В связи с тем, что изменились условия уплаты страховых взносов. Полагаю, что немалая часть этой категории налогоплательщиков продолжает свой бизнес только уже в теневом формате. Наша задача – не допустить теневого бизнеса, сохранить бюджетные поступления и проводить информационную работу о последствиях незаконной предпринимательской деятельности. По остальным налогам в целом динамика положительная, но отдельные районы сработали плохо. К примеру, по земельному налогу. Одна из причин неполного сбора – проблема оспаривания, кадастровой переоценки участков. Иногда стоимость земли намеренно занижает в 8, а то и в 10 раз. За недостаточную работу в этом направлении острой критики подвергли как глав районов, так и Минюст Республики. Все эти события, которые произошли, это юридическая неграмотность, никакой системности в юридических системах нет. Вы как министерство, как центр ответственности с муниципалитетами не работаете. Муниципалитеты вообще плюют, им вообще эти деньги не нужны. Это чисто доходы муниципального бюджета. А потому нужно решать и главную проблему кадровую, отметил Рустам Мениханов. Люди, которые работают и которые просто приходят на работу, не должны получать одинаковую зарплату. Когда мы говорим о оптимизации, если эти люди не работают, эту работу надо отдать тем людям, которые работают. Глав районов и городов призвали эффективнее тратить бюджетные деньги, не раздувать расходы, рассчитывая на дополнительные средства. Василя Хузина, Вести, Татарстан. В Приволжском федеральном округе взялись за воспитание. Патриотов взрастить решили, обратив особое внимание институтам, которые являются носителями традиционных ценностей. Прежде всего, кадетские школы. В программу попал и Татарстан. Финансирование получит Васильевская кадетская школа-интернат. Ее же подшефство берет лично полпритокруга. Инна Данилова, тех, кто в строю. Полосу препятствий Кирилл Торопов, кажется, не преодолевает, пролетает на одном дыхании. Летом бег, зимой лыжи – его любимые виды спорта. О физической подготовке, так же, как и военной, в Васильевской кадетской школе, где вместе с Кириллом учатся еще 238 человек, уделяют особое внимание. Физическая подготовка мне очень нравится. Сейчас там дисциплина, будешь, ну, не каким-нибудь там хулиганом на улице. Будешь сильным, смелым. Доучусь до 11 класса, а потом хочу идти в Суворовск, в военную учиться, ну, продолжать военное там дело. Стать военным в дальнейшем хочет и кадет Яков Елизаров. Каждый человек, каждый мужчина должен уметь постоять за себя и за своих близких. С Родины ты готов защитить? Так точно. Впрочем, учитывая, что ребят здесь учат еще и основам пожарного дела, выбор у выпускников кадетской школы большой. Я бы, конечно, хотела пойти в МЧС, в ОМОН, в полицию. Но это в будущем, а пока они просто мальчишки, которым вместе хорошо. Мне в кадетском классе очень нравится, у меня тут друзья. Родители отдали, потому что, ну, у меня папа, у меня династия пожарных. В день нашего приезда, например, в столовую школу праздновали день рождения одного из кадетов, которому исполнилось 17 лет. Всегда, когда у кого-то день рождения, мы устраиваем таким родом чайпите, именинника. Правда, проходят они по-военному быстро, на перемене. Здравствуйте, товарищ кадетов. Здравия желаю, товарищ директор. Так по-военному Галину Владимировну Зайцеву, директора Васильевской кадетской школы, воспитанники приветствуют уже 5 лет. С тех пор, как появились первые кадетские классы, статус школы и интерната присвоили в 2010-м. И вот новый важный этап. Васильевская кадетская школа – одна из четырех учебных заведений Приволжского федерального округа, которую под личный патронаж взял полпредпрезидента страны Михаил Бабич. В рамках окружного проекта «Кадетство», который был презентован 28 февраля нынешнего года. Конечно, это событие для нас очень важно, очень значимо. И работа идет с нами уже с первого дня, как было это определено. Только на первоначальном этапе, по словам Галины Зайцевой, на переоснащение школы предполагается потратить порядка 10 миллионов рублей. Что позволит не только обеспечить классы электронными досками, а ребят – ноутбуками. Сейчас они есть, но мало. У нас появятся полностью оборудованные кабинеты. Кабинеты физики, химии, информатики, математики. Спальные помещения на одном из этажей, на четвертом этаже школы. Поэтому нам здесь обещают переоборудовать, реконструировать этот этаж. Ну и впоследствии, я думаю, что у нас должен появиться отдельный спальный корпус. Сейчас после учебного дня дети уходят ночевать домой. И ребята из других районов Татарстана, которые также хотели бы учиться в Васильевской кадетской школе, пока не могут быть ее воспитанниками. А желающих масса. И не только потому, что кадеты на полном гособеспечении. Здесь очень интересная дисциплина, какие-то дополнительные кружки, какое-то дополнительное образование. Находясь в школе практически весь день, кадеты, например, изучают иностранные языки и посещают уроки хореографии. А еще могут быстро собрать и разобрать оружие. И хорошо из него стреляют. Вопрос, зачем девушкам оружие и строевая подготовка в кадетской школе никого не ставят в тупик. Я думаю, что в дальнейшем я буду также защищать свою родину. Я стараюсь больше себя тренировать, стараюсь лучше учиться. Буду поступать в институт, буду спасателем. И чтобы мечты ребят воплотились в жизнь, говорит Галина Зайцева, нужно решить еще многие проблемы. Например, кадровые. Хочется, чтобы с мальчишками работали воспитатели мужчины, желательно офицеры. Но подобрать сегодня это очень сложно. И не очень-то, видимо, хотят, не очень-то идут. За пять лет работы в кадетстве у нас сменился не один воспитатель. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы были тренеры. Потому что мальчишкам нужно, чтобы были тренеры и по рукавашному бою, и карате, и айкидо. Директор школы рассчитывает, что проект кадетства поможет решить эти проблемы. И не только. В этом году школе исполняется 40 лет. И со дня основания здесь не было капитального ремонта. А потому крыша течет, все коммуникации нуждаются в замене. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. И руководство школы рассчитывает, что федеральная программа кадетства также внесет свою лепту. И позволит изменить школу не только внешне, но и все, что находится внутри. Инна Данилова, Валерий Митрошин. Вести. Татарстан. Это Вести. Татарстан. События недели. Продолжаем выпуск. На неделе стало известно, что дело по Булгарии будут слушать в Доме культуры «Юность» 6 мая. Концертный зал понадобился потому, что по делу проходит свыше 200 потерпевших. А еще будет сотни свидетелей и десятки журналистов. На сцене 5 обвиняемых. Это директор «Арго-реч-тур» Светлана Янякина, старший эксперт пермского участка Камского филиала «Российский речной регистр» Яков Ивашов, начальник Казанского линейного отдела Волжского управления государственного и морского речного надзора Ирик Тимиргазеев, главный инспектор этого же отдела Владислав Семенов и бывший первый помощник капитана Булгарии Рамель Хаметов. О других заметных событиях этой недели в нашем традиционном обзоре расскажет Эльвира Ибитулина. Она присоединяется ко мне в эфире. Эльвира, добрый день. Что приготовили зрителям на этот раз? Здравствуйте, Лилия. Мы пару недель назад рассказывали о том, что в поселке Дербышки Казани кто-то организовал в прямом смысле черное озеро из нефтешлама. Так вот, по факту слива нефтепродуктов в лесопосадке возбуждено уголовное дело. Напомню, неизвестной ночью слили тонны нефтешлама. Ущерб более чем на 3,5 миллиона рублей. Ход расследования уголовного дела на контроль взяла прокуратура Советского района. Число аварий на дорогах Татарстана резко увеличилось. Только за неполный апрель список погибших в ДТП пополнили 39 человек. По этому поводу в ГИБДД в среду собрали журналистов. Сообщили на брифинге почти половина аварий из-за превышения скорости. На втором месте выезд на встречку. На третьем управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пополняют печальный список происшествий и пешеходы, которые переходят дорогу в неположенных местах, а также мотоциклисты и велосипедисты. Наши дороги, к сожалению, не приспособлены к передвижению на велосипедах. Город очень старый и, к сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что узкие тротуары. За счет тротуаров велодорожки не сделаешь, проезд счастья не уменьшишь. На совещании коснулись и качества дорог. Обещали наказывать строже тех, кто отвечает за их содержание. А в помощь тем, кто по ним ездит, с баллонами красок в Казани вышли активисты движения «Дорога ОВ». Они нанесли свежие разметки. Никаким нормам они, конечно, не соответствуют. Задача активистов заключалась в том, чтобы обвести каждую яму белым. Теперь неровности видно издалека. Водители притормаживают заранее и аккуратно объезжают. Участники движения надеются, что власти обратят внимание на ярко выраженные изъяны. Рисовать обещают до тех пор, пока не золотают все выбоины. Скорую помощь пришлось вызывать ученикам Нижнекамской школы. После трапезы в столовой 8 учеников 34-й гимназии почувствовали себя плохо. Их увезли в инфекционную больницу. Предположительно, у детей пищевая токсика инфекции. В школе подозревают, что ученики отравились колбасой. Точную причину покажут результаты анализов. Трое детей оказались сброшены на улице в набережных Челнах. Причем это две разные истории. Мальчика привезли в полицию с трассы, где он ловил машину, чтобы уехать от матери. Причина тому запой мамы. Другая пьяная мать спала на лавочке. Двое ее малышей гуляли по ночному лесу. В пятницу в Новоогарево участники президиума Совета законодателей, среди которых председатель госсовета Фарид Мухамедшин, встретились с Владимиром Путиным. Выступая, глава татарстанского парламента попросил президента поддержать инициативу республики о внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных объединениях. В части предоставление права религиозным организациям устанавливать порядок признания дипломов о получении религиозного образования за рубежом. Фарид Мухамедшин также проинформировал о проведении ревизии республиканского законодательства. Мы считаем, что в федеральные законы тоже бы надо провести ревизию и посмотреть, которые утратили ценность, которые утратили актуальность вместе с правоприменителями. И если бы эту работу в этом созыве сделать, то открылся бы новый фронт законодателям и страны, и субъектовым законодателям. Мы 350 своих законов таким образом проревизировали в течение полутора лет. На неделю сразу в трех районах прошли кадровые перестановки. Во вторник сложил полномочия глава Пестричинского района. Шехулана Сабулин возглавлял его почти 15 лет. Исполняющим обязанности руководителя района назначен Эдуард Диляров, занимавший должность заместителя по инфраструктурному развитию исполкома. В Огрыском районе новый глава Валерия Макарова в четверг освободили от должности руководителя исполкома района и назначили главой и председателем совета Огрыского муниципального района. На должность главы Дороженовского района утвердили Александр Шадрикова. До этого он возглавлял... Самый дорогой мусор оказался за всю историю на Самосыровской свалке в среду. Но надолго там не задержался. На полигоне уничтожили более 700 килограммов наркотика. Затем, как сотни миллионов рублей превратились в пепел, наблюдали и наши корреспонденты. Сожженные психотропные вещества – это вещественные доказательства уголовных дел. Дела раскрыты, значит, наркотики можно уничтожать. Операция прошла под охраной спецназа. А вот дели, которые обнаружили на неделе, наркополицейские только предстоит превратиться в пепел. Внимание журналистов этот факт привлек потому, как предприимчивые продавцы рекламировали свой товар по скайпу. Четверо молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет активно распространяли синтетический наркотик среди интернет-собеседников. Наркодилеры решили, что разговоры в скайпе невозможно отследить. Деньги от клиентов получали по системе электронных переводов. Помимо криминального квартета в наркобизнесе участвовали еще пять преступных групп с широкой клиентской базой наркопотребителей. По итогам обысков у них изъята крупная партия синтетики. 26 апреля отметили 127 лет со дня рождения великого Габдулы Тукая. Почтить его память пришли десятки людей из сквер, что назван в честь народного поэта. А у оперного театра возле другого памятника Тукаю раскрыли главную интригу дня – имена лауреатов Тукаевской премии. Наградили художников Ильяса Айдарова и Софию Кузьминых, актрису Алсу Гайнулину, писательницу Наберу Бикчурову и композитора Шамиля Тимирбулатова. Это все, Лилия. Спасибо, это была Эльвира Битулина. Мы продолжаем наш совместный благотворительный проект с Росфондом. Герой этого сюжета – двухгодовалый Ярослав из Набережных Челнов. У него ДЦП, мальчик практически не разговаривает. Помочь обещали московские врачи, но на двухнедельный курс лечения необходима немаленькая сумма. Денег у семьи Ярослава нет. Помочь мальчику можно, отправив смс со словом «добро» на номер 5541 на латинице или кириллице. Стоимость сообщения – 75 рублей. Рисование – это то, чем маленький Ярослав готов заниматься все свободное время. Чаще всего юный художник изображает природу, геометрические фигуры, любит раскрашивать. Еще у Ярослава много друзей. Он обожает гулять, играть в футбол, плавать в бассейне. Мальчик практически ничем не отличается от сверстников. Вот только двухгодовалый малыш не разговаривает. Когда Ярослав был совсем крох, он сильно отравился. Мальчика чудом спасли. Интоксикация дала осложнение на нервную систему. Врачи диагностировали ДЦП. Все следующие месяцы Ярослав вместе с мамой буквально не вылезали из больниц и реабилитационных центров. Курсы массажа, ЛФК и занятия с логопедом помогли достичь неплохих результатов. Раньше при ходьбе Ярослав сильно наклонялся в бок. После лечения походка стала ровнее, но разговаривать мальчик так и не научился. Помочь обещали в московской клинике. Двухнедельный курс лечения стоит 111 310 рублей. Таких денег у мамы Ярослава нет. Надеемся на помощь неравнодушных татарстанцев, так как ребенок очень перспективный. По словам докторов, у нас есть и шансы на выздоровление. Если появится речь, будем учить алфавит. Соответственно, развитие будет идти вперед. Будет ли Ярослав ученым, художником или спортсменом? Подарить малышу шанс на здоровое будущее можете именно вы. Помочь семье Ярослава собрать деньги, можно отправив смс со словом «Добро» на номер 5541 на латинице или кириллице. Стоимость сообщения 75 рублей. Альтернативные способы указаны на нашем сайте. Сегодня всемирный день охраны труда. Пока наши показатели по травматизму и смертности на производстве оставляют желать лучшего. Татарстан лидирует в ПФО. При этом немало предприятий, которые экономят на спецодежде, средствах защиты и взносах в фонд социального страхования. И в случае ЧП их работники оказываются один на один со своей бедой. Ренат Галимзянов – один из многих, кому фонд помог в трудный момент жизни. Из-за халатности своего коллеги по работе он чуть было не погиб. Придавили меня погрузчиком к стене. Там довольно-таки большие травмы были. Полностью разрыв мочевого пузыря, перелом тазовых костей и бедра левого. Год прошел на восстановление. Впрочем, восстанавливать здоровье Ренат продолжает и сейчас. И по-прежнему с помощью фонда, без которого финансово самбо программу реабилитации не потянул, говорит молодой человек. Трудный наклад был в санаторном курортном лечении. Плюс вот эта реабилитация, которая проходит после лечения. Это действительно большая финансовая поддержка. Но проблема в том, что далеко не все предприятия делают отчисления в ФСС. Экономят. В итоге, в случае ЧП их работники остаются без регулярной финансовой поддержки. Если мы в 2012 году использовали для финансирования предупреждения травматизма порядка 130 миллионов рублей, то в 2013 году мы уже планируем использовать более 150 миллионов рублей. При этом предприятия, где рабочие места аттестованы, работники обеспечены средствами защиты и спецодежды, и где нет ЧП, поощряются. Если предприятие работает хорошо, то есть у него нет несчастных случаев, либо смертельных случаев на производстве, или вообще в процессе деятельности, то мы уменьшаем ему страховой тариф. Если же наоборот у него происходит какие-то случаи на производстве, или в процессе работы, то мы ему уже предъявляем повышенный тариф. Директор строительной компании Валерий Леоненко о плюсах взаимодействия с фондом знает не понаслышке. Мы работаем открыто, легально, без черных и серых зарплат. Поэтому делаем все отчисления за своих работников и в пенсионный фонд, и в фонд «Сострах». К подобной защите о своих сотрудниках Валерий Леоненко призывает и остальных руководителей фирм. Тем более, что, по словам руководства ФСС, в этом году на эти цели может быть выделено до 200 миллионов рублей. Инна Данилова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Казань – самый танцующий город России. Сборная из Татарстана стала финалистом грандиозного проекта телеканала «Россия. Большие танцы». С марта наша сотка стремительно двигалась к победе. Ночные репетиции, бесконечные переезды, интервью, казалось, наблюдая за выступлением, не могли устоять на месте и сами зрители. И, конечно, жюри. Алина Хусаинова о решающем танце. Казань – танцевальная столица России. За это звание наша команда больших танцев боролась на протяжении трех месяцев. И вот победа в руках татарстанцев. Хиты музыкальных икон стали темой первого выступления для трех финалистов. Казанцы для своей постановки выбрали королеву пуп-музыки Мадонну и не прогадали. Яркий танец, яркие костюмы, которые участники доделывали своими руками в ночь накануне выступления. Зрелищности номеру добавили и сложные многоярусовые декорации. Жюри все понравилось. Особенно отметили мотоцикл, который сумели изобразить ребята. В итоге все судьи 5 баллов. Во-первых, элементы сценографии, потому что вот эти леса, на которых, кстати, очень сложно работать, они абсолютно точно задавали вот эту трибуну, окраину, неважно что. Во-вторых, мне дороже мотоцикл, решенный хореографическим способом, через фантазию, а не технический, который выехал в прошлое. Будем рады, если у нас будут такие болельщики, какие были у вас. У вас великолепные болельщики. От болельщиков, от болельщиков очень много зависит. Недаром на футбол приезжают полстраны, когда играет любимая команда. Напряженная борьба. После первого номера еще нет никакой ясности, кто же победит. Тем временем в Казани к экранам телевизоров прильнули болельщики команды. Друзья, родные и близкие на протяжении всего проекта наблюдали за продвижением татарстанцев. У нас там поехали ребята, за которых мы болеем, переживаем вообще за команду в целом, потому что команда очень сильная. И я думаю, что они победят, они энергичные, сильные, и у них все получится. Мы всех любим, поддерживаем, болеем. Каждый день, каждую субботу смотрим их по телевизору. Вторая постановка казанцев «Историю любви» не только на сцене, но и в жизни. Хореограф Алина Борилова исполнила этот танец вместе со своим молодым человеком. Казань сейчас заставила задуматься, и как в свое время Каспаров передумал Крамника в том известном матче, так и здесь Казань заставила задуматься и понять, что танцы – это действительно высокое искусство, искусство для души. Тут все девушки играли главную роль. Это было потрясающе, потому что они все страдали ровно столько же, сколько и вы. И это было замечательно, было как бы в таком порыве, как вы их заразили. Я не знаю, как вам это удалось. Кому вы скажете, ребят, спасибо? Каждый самому себе, своим любимым или своему замечательному хореографу? Но вы показали сегодня 100 историй, каждый свою. И заставили нас попереживать, почувствовать, кого-то подумать, что тоже неплохо. Тема человеческих отношений между мужчиной и женщиной затронула судейскую коллегию, казанская команда вновь сорвала максимальный балл. Пожалуйста, оценки Казани. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Казань стала победителем первого сезона проекта «Большие танцы» и получила звание танцевальной столицы России. К этой победе они уверенно шли на протяжении всего проекта. Нашу команду ни разу не приходилось спасать при помощи СМС-голосования. На каждом этапе они были чуть-чуть сильнее всех соперников. Победителем шоу «Большие танцы» становится команда Казани. Сорвав максимальные баллы за два номера, наша команда опередила соперников на два балла. Нижний Новгород и Ростов-на-Дону разделили второе место. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но на этом проект еще не заканчивается. В следующую субботу телезрители канала «Россия-1» смогут выбрать из восьми городов команду, которая получит приз зрительских симпатий. Алина Хусаинова, Вести, Татарстан. Такой была эта неделя. До встречи на канале «Россия». 29 апреля в Татарстане облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь с местами сильный. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью 4,9, днем 9, 14 градусов тепла. В магнитном поле Земли заметных возмущений нет. Неблагоприятным фактором будет значительное колебание атмосферного давления. Ночь ожидается существенное падение, днем значительный рост. Редактор субтитров А.Семкин